Это низкоинтенсивный староварочный процесс По староварях ты борешься 6-7 шлаток на пульте 180 тысяч Страва на пульте это в среднем 200 А когда вы опять сидите в этих приемках Пульс в лучшем случае 140 С таким пульсом я говорю бабушки пустырье Грута здоровья Как ты хочешь с такими нагрузками на сердце приучить его к какой-то волосы И поэтому вы занимаетесь натаскиванием Вы гоняете по сорнованиям именно по этой причине Потому что вы дровосер Я занимаюсь натаскиванием дров для печки То есть вы понимаете что у вас спортсмен прибавляет после сорнований Почему? Да потому что опять же он там находит какой-то свой захват Какой-то прием Я вот сейчас вот задал вопрос там ребятам на сборе Я говорю ребят Вот вы на сорнованиях боретесь У вас бывает такой момент, когда вы делаете прием, который вы никогда не отрабатываете Все ответили да И ты знаешь у тебя бывают такие движения Вот ты сам говоришь Я стал движения делать, которые я никогда не делал То есть я как это говорил Типа в эту ситуацию У тебя как я его называю Внутренний компьютер Находит решение Просто у кого-то компьютер очень эффективный там производитель У кого-то чуть-чуть послабее Это опять же от природы зависит Насколько вот ты вариативный и разнообразный Так чего я отошел-то там обозюр Перед этим там Чего он не начал дрожать Ну и начали за здравие Запыл, что вот это направление Направление было виноват Да, нет Нагрузки А, нагрузки И поэтому Отсутствие вот этих нагрузок Оно сказывается и на результатах У меня на тренировках такой пульс Бывает ну минут 30 точно То есть в принципе у меня Каждый ребенок, каждый спортсмен На таком пульсе работает на тренировках У него организм уже адаптивен К острым нагрузкам Но мы говорим о... Давайте мы абсцентируем внимание Уважаемых зрителей Что мы говорим о тех Учениках, которые Работают по программе Спорта высших достижений Спортивно-соревновательной деятельности Мы не говорим о тех, кто Допустим начальный этап подготовки Как их можно готовить на таком Элементарно Элементарно Я тоже об этом как-то задумывался И экспериментировал Я работал в частном клубе Где у меня и Котов тренировался, и Попов Они в этом клубе стали у меня чемпионами России По-взрослым Один в 66, другой в 73 кг И вот эта эпизодная работа Которая позволяет Поднять интенсивно Стренировочный процесс Я смотрел Они с удовольствием делают их И мастера, и детские группы Потому что это как игра преподносит На этом фоне они легко переносят такие нагрузки С одной стороны я согласен С одной стороны я согласен Эпизодная работа Эпизодная работа Эпизодная работа является как игровая работа Ведет игра Не такой грубая Монотонная отработка Где уже никто не хочет делать А именно игра Вот кстати мне нравится в этом плане Я хочу немножко отвлечься Но по теме Вот сколько уже где-то Месяц играю в хоккей Вернулся в детство И начал с ребятами играть в хоккей Меня приметили и взяли там В группу и в команду Нашего района И приглашают все время поиграть Хотя я уже конечно Навык некоторые потерял Но все равно они видят что я такой Не боюсь там идти в какой-то вконтакт Но все-таки какие-то борцовские навыки есть Но дело в том что Красавчик Меня там уже каким-то прозвищем набрали Нашли какого-то канадского хоккеиста На меня похожего там уже А это там Джон какой-то Траволта там пришел Идея в чем Мы играем там бывает так Ну со сменой То есть когда Ты часто меняешься У тебя азарт Возрастает То есть ты вот как получается Эпизодная работа То есть быстрая смена На поле То есть я отыграл 30-40 секунд Ну минуту Но интенсивность у меня большая Раз ушел на смену Сменился посидел там минуту 2-3 Ну надо опускаться допустим 120-130 Да и опять вышел И у меня вот этот азарт игры Все время присутствует Вот этот игровой Я все время Я не затухаю Как бы в игре А я заметил Как только начинаешь играть Больше на поле 2-3 минут Начинаешь затухать Азарт Энергия Ну это вот монотония Однотипность тренировочного процесса Это один из главных минусов Самых главнейших минусов Наших тренеров Я сейчас говорю Вот любого ребенка скажи И он пройдет вместе от тренировки Вот таких тренеров Он с первой до последней секунды Знает последствия упражнений Разминок А то и часто Как тренеры Пришел кинул место Ну 30 минут бегаем в футбол Пообщался с подругами Туда-сюда по телефону Ну давайте поборемся В принципе Даже обучающих моментов Почти нету иногда у тренеров Просто Побегали у ФП Подделали разминку Да Поборолись партер И то если поборолись Многие сейчас партер вообще не дают И в стоечке чуть-чуть поборолись Вот сейчас тренировка Ну у кого-то больше У кого-то меньше Там Вот то что мы с тобой говорили О методике Поэтому я тебе говорю Этот Игровой метод Он очень эффективен Я к нему пришел интуитивно Я когда в 89 году ушел Со сборной России Пришел работать вот на Борисовские пруды Вот этот Спортивный клуб Борисов Набрал Набрал людей С нуля Группу Что это такое Я знаю Я статистикой увлекаюсь Как инженер То есть Чтобы стать призером Советского Союза В юношах Нужен примерно 4-5 лет Талантливого человека А у меня Люди Года не прозанимали Стали показывать результат На России Я думаю Да Володя Хорошо ты отдохнул от спорта А я ушел В 89 году Так по семейным обстоятельствам Семья развалилась И прочее все Думаю Я вот Ну многие вещи Как бы делал интуитивно И вот так вот Постепенно У меня Стала складываться Вот эта система Методика Я назвал Я потом понял Что очень много вещей Вот именно Ну я тебе рассказывал Рома Четыре момента Которые я считаю Мы неправильно работаем Первый пункт Неправильное Последствие обучения То есть Если посмотреть на схватку У нас состоит из четырех блоков Рома У нас получается семинар опять Нет Нет Повторение Если взять схватку Она состоит из четырех блоков Ладно Начинается схватка Через захваты Передвижение Реакция соперника На захваты Передвижение И только потом В зависимости от реакции Ты делаешь бросок А когда ты сидишь вот здесь Вот о чем я тебе говорю Они сидят Вот здесь многие молодые тренеры На приемах Всякие варианты Комбинации Контрприемы Вылизывают приемы Он на трех делают великолепно А на соревнованиях Он выходит Захват взять не может Двигаться он не может Захват соперника мешает Он сопротивляется И он до своей техники не доходит Вот почему иногда Я говорю Получается что ребенок Делает прием Который он никогда не отрабатывает Вот зависит Вся эта реакция Он раз почувствовал Ага вот его туда бросит Ему организм подсказал И получается Все что они здесь делают Это пустая работа Как жить Как жить Давай я расскажу Четыре момента Первый будет По связи с обучением Второй пункт Это интенсивный Стренировочный процесс То что я сейчас рассказываю То что для того Чтобы выигрывать соревнования У тебя как минимум 20-30 минут На трех Должна быть работа На пульсе 180 и выше На соревновательном пульсе Третий Пункт Это эффективный Стренировочный процесс КПД Вот за счет Эпизодной работы У меня получается Год моей работы Это примерно Минимум 3-4 года Работы тренера Средней руки Я очень много Воды убрал И прочее все Потому что Ну вот просто Скажем Вот на примере Партера Что такое партер Ну тренер как дает Так боремся пять минут В партере Сколько за пять минут Они сделают технические Движения на двоих Ну выйдут на удержание На болевой Возня будет За пять минут Ни одного А я Волод А я их заставляю Я их загоняю В партере Я вот нашел 16 стандартных ситуаций Ага Я эти стандартные ситуации Прогоняю В эпизодах Прям даю там Захват такой Переворот такой Разные задания От 1 до 30 секунд Это чтобы вот Была анаэробная Робная работа была Вот на гликолизе То есть вот то что На соревнованиях нужно Иногда буквально нужно Там хаджимэ матэ Ну например Для ребят Для детей переворот За две руки Ага Просто кричишь Хаджимэ У него уже захват есть Он только должен научить Переворачивать Без борьбы Три попытки даю Там буквально Хаджимэ матэ Хаджимэ матэ Все И вот этих моментов В борьбе очень много И получается Сколько теперь за пять минут Они сделают те вещи С которыми они столкнутся На соревнованиях То есть я получается Через эпизодную работу Прорабатывают те моменты С которыми у меня Спортсмен Ребенок столкнется На соревнованиях Он уже к этому будет готов А так получается Он пять минут проводится В партере И толку нету Поэтому это как бы моделирование Тех ситуаций Которые есть В борьбе У меня долго Я мучился Я никак не мог найти Эпизодную работу в стойке В партере легко Вот шестнадцать стандартных ситуаций Все Гони их Прогоняй Прокручивай На тренировках Потом в стойке я тоже нашел В чем То есть вот получается У меня эффективность Тренировочного процесса На выше Она выше получается Потому что Я за то же время У меня дети Прорабатывают Гораздо больше ситуаций Которые нужны на соревнованиях И отрабатывают Ну конечно отрабатывают Они да Но они нарабатывают навыки Ты понимаешь Вот это там Вот Четвертый пункт Это Тактика победы Как побеждать Ну это вот как раз То что я вам рассказывал Раньше этот Я пункт вообще никому не рассказывал Я помню я когда В Челябинске был У Саши Милева Там у меня Николаевич расскажи Вот про этот четвертый пункт Я говорю Саш Ну ты че Я тебе просто отдам Ну Как бы Единственный ключ За счет чего я могу дать Результаты Потому что у меня денег нету Спонсоров нету Я все время так работаю Владимир Николаевич Да и не поймут Ну мы то не поймем У вас уже третий раз Говорите об этом Вот он ключ Я уже в десятый раз слышал Я и так никогда не понял Это вот как раз то что я говорил Левая правая стойка правая Нет понятно Вот это вот четвертый пункт Это и услышали А понять Как это реализовать А понять Как это реализовать Понимаете Для того чтобы понять Как это старая притча есть Такая Я прочитал там в одной пяти книжке Где там Ну как бы Всевышний Позвал Моисея И говорит Так собери завтра народ Внизу Я им Ну Собери народ Потом поднимешься ко мне И я тебе расскажу Что и как сказать им Моисея говорит Слушай ну не легче ли тебе Будет спуститься Как бы сказать самому Говорит Ты че Они же меня не поймут Нет Тут простой принцип Да принцип простой Нет Глаза боятся Руки делают Нужно просто Вот ты послушал Ты может быть и не поймешь Но если ты начнешь делать Вот что любое дело Да ты не понимаешь Ты постепенно Ну а лучше сначала В ютубе смотреть его Нет Наш видеоканал Леша Леша Ну в принципе Все боятся Леша Я тебе рассказывал Вот чётко моя система Она понятна Она отработана Годами Она проверена результатом Нет Кстати я когда семинары провожу Некоторые выходят Николай спасибо Голову на место поставить Потому что Многие Вот эту вот Формулу не знают Формулу Ну вот это правильно Понимаешь Сначала вышли Они то и кину Работают Пашут и пашут У них задача какая Вот это принцип Бери больше и кидай дальше Вот они считают Чем больше спортсмена нагрузишь Ну в смысле Они опять же грузят Не острыми нагрузками А объемными нагрузками У некоторых тренировки По три часа там Вот У меня тренировки даже говорили Час 15-час 20 И люди выходили в мыле Я вообще по 15 минут занимаюсь В мыле Понимаешь Я помню когда я был Лице-президентом центрального округа И спортивным директором Я проводил сборы там Перестой в России Чемпионатом в России Многие говорили Вот говорит Тренировка Час 15-час 30 Ну мы все в мыле А их дома там гоняют По 27 часа Мы сейчас вот съедим Острые нагрузки Во-первых Они легче на психику делать Представляешь Тебя три часа урожат Например Да Как от ребенка будет Понимаешь Владимир Николаевич Пока не хочу Спасибо Вот это вот безе Обязательно безе Владимир Николаевич А как же Ну надо Надо нам Отметить чем-то Как говорится Чтобы информация лучше Усваиваемость Усваиваемость Я прям Ну что Руки трясутся Заметался Первое, второе, третье Надо Углеводы Углеводы Хотя бы чуть-чуть Убажьте нас Ну что Спасибо, что приехали Спасибо, что приехали Спасибо, что приехали А еще лучше, когда уедем Не, стереотипы опять же Рано-рано Можно, да? Мне вот просто Больше Даже сейчас Леша От тебя Какие-то Замечания От Рустанов В этом плане Потому что Я-то что Я уже В принципе Знаю, как работать Вы? Вопросов нету А вы все Извините Как слепые котята Нет Я просто говорю Что Ну я Я может быть по себе Да Сужу Вот то, что вы говорите Вот Санкт-фестерический тренер Он Да Он Башкой это понимает Что вы вот эти четыре Это все правильно Что бросок Это последняя фаза Но У него в голове сидит Зархлата Да А какая зарплата будет при такой работе Она неправда Нет Срава зарплата А что А с чего же начать то? Зарплаты На пледром Вот он ему привык Чтобы спина скатить Ее перестроиться ему Он боится А просто я говорю Глаза боятся Руки держат Ты просто начни И само-самое все станет Боится Не боится Во-первых Леша Вот например Когда я вот Это был последний поток А еще был один раз у меня там Я с детьми то уже почти не работал Вот Я детям никогда не давал Задачу выигрывать Срава Мы едем на открытый ковер В начале там На баровце да например И отдаю там Задание там Мальчику Девочке Вот ты должен сделать Вот то что мы делаем Вот такой захват Вот туда повернуть его Прочее То есть я учил опять Вот этому Ну это страх снимается Ну чтобы он не спортсмен Он марионетку делал Через какое-то время Сергей Крутовских Нас вообще перестал Приглашать на открытый ковер Потому что там Через несколько месяцев Мои ребята и девчонки старых Всех убивают Они мне даже сами Задают вопрос Владимир Николаевич Я месяц назад ему там Пипоном прыгал А сейчас я его размазал Потому что я не ставил Нагрузку на психику Я ставил пока Вот на созидание Вот на это Чтобы он почувствовал Тогда появляется уверенность А когда Спортсмена ты не подготовил Гонишь его на соревнованиях И еще ставишь Давай выигрывать А он не готов выигрывать Ты ему должен сказать Вася Ну ты Ты пока не готов выигрывать Вот ты постарайся сделать Вот то Вот это Накопительная честь И она дает ту уверенность Когда постепенно спортсмен Начинает чувствовать Вообще то да Я этого хлопнул Этого хлопнул До этого я проиграл пока Но на следующий раз Я не может выигрывать То есть А у вас же так как И родители гонят Ребенка За этой медали Ну мне вот Роме рассказывал Треугольник Тренер Спортсмен Родитель Родитель к сожалению В этом треугольнике Главное И что бы ты не хотел Именно Родитель будет гнать Этого ребенка Да И твоя задача как трейера Убедить его Что вам эти медали не нужны Потому что это Будет заканчиваться Он уже здоровый ребенок Нет Во-первых это будет заканчиваться травмой Потому что он Он его будет гнать Прессинговать Чтобы он там чего-то делал Он будет делать Через свою силу Будет рвать мышцы Сухожилия и так далее И так далее Потому что Не готов он просто Вот таким вот Методом я вот Всегда готовлю Ребят Я никогда не требую медали Никогда Главная медаль это Чемпионат Олимпиады Чемпионат мира Чемпионат Европы А вот это все Что внизу находится Это подготовительный период Это база Где можно Совершенствоваться Где можно проверять Свою Домашнюю технику Нарабатывать Опять же Вот эти вот Я например Своих спортсменов Готовил через лагеря Вот сейчас лагерь идет В Турции Сейчас лагерь идет в Ташки Через город Да Которые там Но опять же Ехать туда Неподготовленным Или Трейер когда не дает Задачи А просто Скажем Давай вот Надо поддержаться За чемпионов мира Ну что поддержишься Ну когда ты не готов Совершенствоваться Леша Получается абсолютно Другая штука Все слабые движения Которые у тебя сырые Они то пропадут То есть у тебя Атакующие действия упадут У тебя Вырастет только защита А защиту поставить Вообще Фу делать нечего Сам понимаешь А вот научиться бросать Вот эти сборы Они к сожалению Тоже Снова берут Ну сбор сбору тоже рознь То есть идти надо как От простого к сложному От не знаю к знаю Да? Мы начинаем Ну вот Рома Ну ты что то Не помнишь что ли Ты приезжаешь на сборы Ты ребенок борется и борется У него нету ни задачи Ничего Нету Да Ты ему не ставишь Что надо сделать Что попробовать Они просто приезжают и борются Я вот работал сейчас Вот в Киргизии Ну этого старшего Тайера убрали Слава Богу может быть Потому что Я с ним конфликтовал Полковник Он настоящий солдафон У него принцип Бери больше и кидать дальше Я ему начинаю объяснять Что так нельзя работать Там Да нет Я ему говорю Мы всегда так делаем Да даже по наглому говорю Влад Я говорю Серега ну ты пойми Я вот один Подготовил учеников Без денег Без чего Больше чем вы Все сборная команда ваша Ну значит этот принцип работает Для чего вы меня пригласили сюда Чтобы я сидел сбоку И смотрел На вашу бестолковую работу А он начинает Говорить Да вот так французы тренируются Японцы У него все железо Вот это вот Что у нас В России вот это на это Железо сели А железо это антагонист скорости Антагонист чуть вестились И вес прет И оно не дает Мне нужна Динамическая сила А не вот эта вот Сила Взорваться понимаешь Подвернуться Нет В ютубе сейчас много где там Шахеона там С железом работает Но это может быть опять Поцедало Чтобы замутить мозги Японские дают Ты может даже такое это понимаешь Нет Нет Ром 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 Понимаешь Дело в том что Они же не говорят в каком периоде они качаются Да Он же не делает как гамба За два дня 200 кг Спортсмену дает За два дня до старта 200 кг Приседания И как у него ноги будут после этого работать Я не буду называть спортсмена который это Это чё В какой период Время места обстоятельства Не ну до два дня до старта Влад Ну понятно То есть они качаются Ну они же не говорят что это скажем В подготовительном периоде Ну когда они будут Они в соревновательном периоде Ну в удовольствие В предсоревновательном периоде Понимаешь Ну а все видео посмотрели В соревновательный период Думают Чё-то я слабый Ну-ка давай Пойду А вы с методикой Сибулаянова работали? Ну Владимир Викторов Ну статодинамика Ты знаешь У меня есть другой ученый Сергей Иванович Телюк Который лет 20 со сбора Советского Союза работал Вот он лел Исаева Тменова Ну сборной страны конечно очень много Последний Халмурзаева Вот все последние Ну все хорявил Там Габба его не пускает Но он Непосредственно Вот так тихаря Вел ребят Этих Функции Да Тменов я помню Мне понравилось Иванович Что ты со мной сделал? У него 5 операций на коленях У Тменова Он инвалид Понимаешь 5 операций на коленях И он ему вот Фармакология и прочее Все прописывал Вот он Прыгать Говорит Иванович Что такое он мне сделал? Я как молодой себя чувствую Понимаешь Вот он Планирование по нагрузкам Все У меня есть другой человек Я тебе могу сказать Я не вникал Я все таки практика Метеоретик Я знаю что они Заходи 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 Монриль канадец Да Мы хоккей обсуждаем Нет Ретвикс Ну давай возьми Вот смотри Серега Табаков по его схеме отработал Давай пакеты В начале 2004 года Что? Кто наигрался? Не Восьмого Восьмого А восьмого Да вместе со мной Что там? Тринадцать человек Два пятых места Заходи Заходи Ну сам будешь Я когда пришел Мы приехали Ну поедем со сборной Поборемся Максимальная нагрузка Ром Семь схваток по две минуты Заходи 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 Я не вникал Вот понимаешь Местер Биван все объяснял Ну как сказать Неэффективная Система Ну вот Не на камеру Ну мне повезло может быть У меня есть человек Который я могу А вы долго еще За дровами Давай Вообще он Пока человек запрещен Он же там работал под грифом секретность она у него пока не кончилась он на пенсии уже да, он на пенсии не, ну, работы какие-нибудь есть он, скажем, диссертацию писал а так-то он с командой работал он практику вел фармпрограммы пишет я вот сам обследовался у него там, например и он мне потом писал фармпрограмму что кушать, питание фармпрограмма там там, наверное, именований 30 это много перед завтраком, после завтрака перед тренировкой, после тренировки там все время прописано что пить надо не, ну помощь нужна, ну, Влад вот смотри, вот наши годы на кофетах не уедешь, да? или тараковок был там что там, панангин, что-то еще там рибоксин ну, ты же тренируешься из-за тебя организм выходит кровь это, влага кровь густеет сосуды влажность пропадает почему я вот два сустава вырезал? да потому что у меня не было таких препаратов которые помогали суставам сохранить свою пластичность и сухожилие вот у меня и Леха, и Котов, и все у меня спортсмены потом пьют препараты кстати, вот нам всем рекомендую к Академии АТ суставамин форте классная вещь, ребят суставамин форте? да реклама, да? нет, это не реклама это, Стас, чтобы ты вот суставы как я два сустава не менял и не ходил вот так я лет 20 ходил вот так вот причем я заметил все говорят там, вот врачи вот лишний вес там туда-сюда на суставы, артроз, артриты Рома, Леша, вокруг себя покрутить у вас толстяки вырезали суставы кто-нибудь? да, ну тут же годовников вырезали с которыми я... кто? кто вес гонял? да, да, да толстяки ходят, они весом не мешают все нормально а те, которые вес гоняли по несколько килограмм вот, пожалуйста так что можешь еще, Рустам, до 105 ты его спроси, что он молод, если как он гонял, не гонял ну я мало гонял ну и слава богу а я гонял один раз даже 11,5 килограмм нет, 6 килограмм максимально было, 5-6 ну все равно это достаточно, извини, это тоже достаточно вымывает, он высушивается их ну да, трещины появляются а потом опять же, почему растяжины всякие бывают опять влага уходит, сухожилия становятся такими ломками, как хворост он ее трескается, понимаешь, надрывается есть препарат, например, Боннебус, там, американский перед Олимпиадой мы пили с Расулом он как раз вот сохраняет эластичность сухожилия и у меня у Расула было какое-то растяжение я его потом спрашиваю после этого препарата я говорю, Расул, а какая у тебя, как рука-то? он закрутил, он не мог вспомнить, какая рука у меня болела так что не всегда плохо так что фармакология для спортсмена нужна, конечно нет, а что значит, ты считал, что это плохо, что ли? Роман против против фармакологии? Роман, в наше время мы тренировались три раза в неделю а сейчас некоторые чудаки три раза в день тренируются и как организму не помогать тогда? во-первых, смотри мы помогаем фармакологическим компаниям очень хорошо Роман, давай, простой пример ну вот смотри что тут, печень это как фильтр в машине нет, я прекрасно понимаю, что спорт высших достижений супер нагрузки, там столько котлет не сожрешь и так далее все вымывается сгонка веса погони за олимпийской медалью в конце концов, конечно же, это все сказывается надо как-то его восстановить, поддержать я с вами полностью без фармакологии никуда так же, как и без дров так же, как и без дров никакую печку не натопишь правильно? и даже шайбу в ворота не загонишь почему? нет загонишь загонишь? да, но только не олимпийским чемпионом ну конечно, они столько едят котлет ну да, я-то не употребляю это загоняя иногда шайбу мельдранат только так что, насчет сегодня я говорю я ориентируюсь на мнение моих друзей поэтому я читал его работы ну, они меня как-то не впечатлили спасибо спасибо